МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот тогда действительно были сомнения, были какие-то вопросы. Ну, в частности, я как-то сомневался еще, какая связь между суперсменами, имеющими ограничения в движении, и физкультурой и спортом. Ну, а вот когда провели первую спартакиаду, когда почувствовали, что интерес к этому большой, что люди сами хотят этим заниматься, сегодня это уже, как вариант, законченный, законный и неоспоримый. Подтверждение тому ежегодное участие порядка трех сотен спортсменов, приезжающих показать свои силы, улучшить результаты, пообщаться с единомышленниками и провести время с пользой для здоровья. С детства ходил на все секции, баскетбол, волейбол, тяжелая атлетика, легкая атлетика, теннис. Еще со школы начал заниматься просто ради удовольствия. Постепенно, как бы, начали приглашать сюда, и вот уже где-то, получается, пятый год сюда езжу с удовольствием. Спорт повлиял очень хорошо, как бы, более к победе, общение с людьми, более, не знаю, как-то, размеренный, спокойный образ жизни благодаря этому спорту. В этом году в программе игр были соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки и шахматам. На протяжении двух дней спортсмены старались проявить себя с лучшей стороны и показать максимальный результат в своих видах состязаний, чтобы принести заветные баллы в копилку команды. По итогам упорной борьбы уже второй год подряд сильнейшими стали спортсмены Саргатского района. Наша команда ежегодно уже с 2007 года принимает участие. И почти всегда мы занимаем места. В прошлом году первый раз мы заняли первое место. По стрельбе у нас хорошо, ребята. В прошлом году Прокопьев Александр и Галеев Виктор Колясочник они выбили 95 и 100 очков. В этом году похуже у них получилось. 97 и 91. Но я думаю, что они, наверное, будут первое место займут. По легкой атлетике Павел Хватов два первых места занял. 200 метров и 60 метров пробежал. На вторую ступень пьедестала поднялся Азовский район, который удерживается на этой строчке уже третий год подряд. Азовчане были лучшими в настольном теннисе, вторыми в армрестлинге и стрельбе. Впервые в число лучших попал Черлакский район, замкнувший тройку призеров. На играх каждый участник выложился на полную. Ведь от его воли к победе и успешного выступления зависело приближение товарищей по команде к лидерским позициям в областном спортивно-культурном празднике Королева спорта. В зачет этой комплексной спартакиады соревнования лиц с ограниченными возможностями здоровья входят с 2011 года. Кроме того, по итогам игр отбираются лучшие спортсмены для участия во всероссийских соревнованиях в составе сборной Омской области. Люди, которые ежегодно испытывают себя на спартакиаде, сумели найти силы преодолеть не только самих себя, но и соперников в спорте. Они никогда не сдадутся и будут стремиться к новым вершинам. Дворец «Невтяник» открывает свои двери, как всегда, для тех людей, кто в этой жизни не сдается никогда. Кто-то в очках других не видит. А кто-то слышит, что кричат. Только те, кто будет рядом, суть на жестах объяснят. Кто-то имеет половину данной природы рук и ног, а кто-то просто от рождения на дух своих ходить не смог. Все разные, но все едины. Со спортом уж давно на «ты». Несмотря на сложность в жизни, идут вперед без суеты.